Прошел уже месяц, священный месяц Рамадан, и азар, то есть следы этого месяца, оно еще осталось в наших сердцах. И поэтому хотелось бы немного рассказать об итогах, которые мусульманин должен получить от этого месяца, чтобы барака, благодать, ее дальше тоже сопровождала следующие месяцы. И на самом деле, если мы задумаемся, так устроена наша жизнь. Всевышний Аллах установил закон, что дни, месяцы, годы, они проходят, и с истечением их уходит часть нас. Как говорил один из праведных предшественников Хасану Аль-Басри, Рахимаху Аллах, Ябна Адам, иннама анта айям, Иза зэхаба явмука, зэхаба ба'адук. О сын Адама, поистине ты состоишь из дней. Уходом одного дня уходит часть тебя. На самом деле, мы знаем, что наша жизнь, она временная. Это очередной Рамадан, который прошел. Может быть, были те братья, с которыми мы выстаивали молитву в прошлом году, но в этот Рамадан их не было уже живыми. Они вернулись к Господу, ко Всевышнему Аллаху. И с течением лет эпох, не только наша эпоха, предыдущие тоже, человек, тем более верующий, он должен брать для себя какие-то назидания. Он должен задумываться. Задумываться над тем, что уже прошло. И взять какие-то уроки из прошлого. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит о тех людях, которые будут обращаться ко Всевышнему. О, Аллах, верни нас, и мы будем совершать не то, что совершали. И тогда Всевышний Аллах скажет им, Бисм-Лахи р-рухман р-рухим. А ва лам ну аммирукум ма я тазаккару фи-химан тазаккара ва-джа-акуму н-назиру. Разве мы не даровали вам достаточно долгую жизнь? Чтобы задуматься, разве мы не даровали вам долгую жизнь? Чтобы достаточно было опомниться тому, кто опомнился. Кто может, способен опомниться. И к вам еще приходил предостерегающий увещеватель, то есть посланники. И на самом деле человек, он должен как из своих прошлых каких-то ошибок или же каких-то благих дел брать какой-нибудь урок, так же из предыдущих поколений тоже. Ведь мы знаем, что какой бы ни был человек сильный, физически сильный, какой бы ни был он властный, или же вообще у него ничего не было. Будь он тот, у которого даже нет пропитания, будь он простой дворник, будь он, который имеет власть, каждый из нас уходит. Разницы нету, кто он, имам, не имам. Человек он уходит. И могущественные люди, которые были до нас, которые даже провозглашали себя божествами, такие, как Намруд, такие, как Фераун, которые им в данный момент казалось, что они непобедимы. То есть они думали, что вот у меня все есть, я могу решать судьбу какого-то человека. Они все ушли, их нету. Они только как легенды остались, что вот такой человек был, вот так он поступал. И может быть, о нас тоже самое останется, а может быть и просто забудут. И в лучшем случае это хорошо, как говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, если будет праведный ребенок, который за тебя делает дуа, то есть воспитать сына, дочь, которые после твоей смерти будут приходить, или же после своих молитв упоминать и говорить, о, Аллах, помилуй моего отца, или помилуй мою мать. И поэтому мы должны вот так задумываться, задумываться, вот как месяц Рамадан проходит очередной. Вот так наша жизнь тоже уходит. Всевышний Аллах, Он дал кому-то в этот месяц тавфик, дал помощь, чтобы Он провел этот месяц более плодотворно. У кого-то, может быть, из нас был план, свой план на этот месяц Рамадан. Кто-то, может, какие-то свои привычки не мог оставить. Он сказал, в этот месяц я оставлю эти привычки. Иншаллах, Аллах даст, и я оставлю это. У кого-то, может быть, был плохой нрав. Может быть, кто-то из нас, когда обычное время срывался, в этот месяц он говорил, нет, это месяц Рамадан. Я чуть, ради Всевышнего Аллаха, чуть потерплю. Будет это на дорогах, будет это в семье, будет это на работе. То есть кого-то этот месяц он сдерживал. И если он просил тоже у Всевышнего Аллаха, чтобы исправился, бывают люди, которым трудно тоже исправляться. И они просят смиренно у Всевышнего Аллаха, о Аллах, я твой раб, я слабый раб, я не могу что-то оставить, я не могу что-то притянуть в себе тоже благое, кроме как если твоей воли не будет. И вот так обращаясь, Аллах давал талфиq, и он замечал это, он замечал, что в этот месяц у меня получается это сделать. Пусть он дальше устремится к этому. Хоть месяц Рамадан прошел, Аллах ему дальше будет талфиq давать. По его намерениям он будет давать ему талфиq, за то, что у него были чистые намерения. И бывают, конечно, такие люди, к сожалению, верующие люди, для которых месяц Рамадан это всего лишь было жажда и голод. Они ничего не получили, кроме как жажды, кроме как голода. И они ждали, чтобы этот месяц ушел. Потому что этот месяц, он сдерживал их от каких-либо грехов. И как этот месяц ушел, это было подобно тому, как будто были на них тяжелые кандала, тяжелые оковы. И этот месяц, как будто, когда ушел, они скинули себя эти оковы. И полностью устремились к распутной греховной жизни, то есть, в которой они и так проживали. Поэтому бывает так, что за один месяц Рамадан человек искренний, его жизнь полностью меняется. Вот с этого Рамадана полностью, в дальнейшем тоже меняется. Потому что он был искренним намерением. А бывает и наоборот. Человек вроде бы каждый раз в мечеть ходит. Но внешне он не выглядит, как мусульманин, кроме как намаз, конечно. Намаз служит причиной, которая его как-то выделяет. А охляк, деяния, может быть, даже у неверующих нету таких деяний, такого обмана, такого обхождения с людьми. Может, у неверующих даже такого нету. И он не исправляется. И ему, может быть, даже когда делают замечание, брат, тут вот ты неправильно сделал. Он говорит, я-то хоть намаз сделаю. Там сколько есть людей, которые наркотики употребляют, алкоголь, прелюбодействуют. Я-то этого ничего не делаю. То есть, он даже себя не видит. Он не видит, что, да, может быть, есть у меня это качество. Нужно хотя бы бороться, хотя бы признать. Если человек не признает болезнь, он же лечить не начинает ее. Поэтому он в таком состоянии находится. Он не признает, значит, таубу тоже не будет делать, не будет исправляться. И как имам Газали говорил, этот человек, он, наоборот, в опасном положении находится, чем тот, который знает, что у него есть духовные болезни, но не может их исправлять. Старается, но не получается. Чем этот человек, тот хуже намного, потому что у него даже мысли о таубу не возникают. Имам Ахмад, имам Газали, таких людей даже называют, он говорит, это Ахмак, это глупец такой человек. Поэтому, это маленькое такое напоминание, касаемо месяца Рамадана, что месяц Рамадан прошел, но то, что мы получили в этот месяц Рамадан, те викри, которые мы читали, кто-то читал Куран, кто-то, может, Куран не мог читать, ночные выставины молитвы было. Пусть он дальше тоже попросит у Аллаха, о Аллах, дай мне барака это месяце дальше тоже, чтобы сопровождало. Как говорил один из праведных пришественников, Бишру Аль-Хафи, рахимаху Аллах, его когда спросили, ему сказали, «Инна кауман ятааббадуна фи Рамадан ва ячтахидуна фи Аймаль». Поистине, бывает такая группа верующих, мусульман, которые поклоняются и очень старательны в деяниях в месяц Рамадан. Когда, говорит, уходит месяц Рамадан, они оставляют это. Они оставляют то рвение, тот жухд, старание с уходом этого месяца. И тогда Бишру Аль-Хафи сказал, «Би-сэль-қаум». «Кауму ла ярифун Аллаха илля фи Рамадан». Как же плох тут та группа, которые познают Всевышнего Аллаха только в месяц Рамадан. Только знают в месяц Рамадан. Обычно таких людей как называют рамаданские мусульмане. То есть, это те, которые в месяц Рамадан они вспоминают. То есть, люди сезона определенного. Когда месяц Рамадан они усердны, но как этот Рамадан проходит, их не отличает ничего, кроме как этого месяца. Как они были до этого месяца, как они совершали грехи, так же совершают. И для них не был этот месяц дополнительной мотивацией, стимулом для того, чтобы стать лучше, стать лучше, добрее, какие-то, может быть, были недочеты у тебя, чтобы постараться решить это. И Ибн Роджаб Али Хамбали Рахима Он прекрасно сказал в краткой форме о том, как покаяние человека принимается. Он сказал, признак признак принятия поклонения, что Всевышний Аллах принял поклонение, принял покаяние, что это поклонение ведет к другому поклонению. То есть он от хорошего приступает к хорошему, от хорошего к хорошему. и признак, что Аллах отверг, не принял. Конечно, мы знаем из хадиса посланника Аллаха, кто сделал пять ко Всевышнему Аллаху, Аллах приблизится к нему на локоть. если человек он пойдет шагом, то Всевышний Аллах побежит бегом. То есть это образное выражение, это означает Аллах готов принять покаяние любого человека, любого, кто бы он не был, как бы он не считал, что Аллах не примет. Наоборот, Аллах говорит, так не нужно думать, Аллах примет любого. Но если человек сам так не делает, просто говорит асталфер 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 как шаблон у него уже идет дуа идет как шаблон Аллах прими мои молитвы благое дай моим родителям ну а мысль у него где-то в другом он даже ну как бы рот говорит а мысль в другом он даже не думает об этом о чем говорит это просто шаблонно он просто говорит он не просит он не просит Всевышнего Аллаха искренне если он таким образом делает конечно Аллах отвергнет и признак что Аллах отверг это таубу после того вроде бы как он пришел начал айбад делать вот как месяц рамадан чуть внешне начал исправляться но после рамадана также вернулся он значит Аллах он не принял ему это не принял если он вернулся грехам это в нем вина в этом человеке потому что если человек он делает искренне таубу кто 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 он не был какие какие бы грехи он не совершал как бы у него внутри какие бы мысли плохие не появлялись что он не может можно сказать как ломки да у него опять хочет грех делать и он искренне просит у Аллаха говорит о Аллах ты только единственный кто сможешь избавить от этого и у меня нету надежды ни на кого кроме как на тебя Всевышний Аллах от тебя даже этих мыслей избавит поэтому бывают люди как до этого говорили их жизнь кардинально меняется их не узнают ни их близкие ни их родственники может быть про него говорили кто кто но только не он наверное он не справится но Всевышний Аллах сделал так что он даже может послужить примером для таких людей для других а бывает человек делает на молитву но эта молитва не та молитва о которой сказал Всевышний Аллах в Коране намаз это тот намаз который сохраняет оберегает защищает людей от всего гнусного порисаемого предрассудительного если этот намаз так не делает так не исправляет это не тот намаз о котором сказал Всевышний Аллах в Коране пусть Всевышний Аллах поможет нам чтобы мы благодать этого Рамадана почувствовали последующие дни тоже и воздаст нам за все намерения которые мы намеривались сделать месяц Рамадан но пока обстоятельством воли Всевышнего Аллаха не было мы не смогли этого сделать но однако были хорошие чистые намерения и также у нас есть возможность получить вознаграждение как за целый год как будто мы держали у разу это после месяца Рамадан если мы будем держать пост 6 дней месяца Шавваль и это означает в этом месяце любые 6 дней не обязательно только вот первые в хадисе пророка не указано что именно первые 6 дней конечно желательно если получится сразу мы же знаем навс иногда нас может сказать вот потом ты будешь держать получится но не получается у нас какие-то дела там и так далее но если человек в этом месяце 6 дней поддержит ему засчитается вознаграждение иншаллах как за целый год уразы уразы уразы